Знаете в чем косяк? Вы рано уходили и поздно приходили. Вас дома практически никогда не было. Соответственно, когда вы приходили, вы приходили уставшие. Соответственно, не было никакой близости. Ни физической, ни моральной. Материально, да, материально вы обеспечивали. Я просто знаю, о чем я говорю. Когда я работала, так же, как и вы, по 12 до 15 часов, я уходила в 7 утра, приходила в 12 ночи, уставшая в хлам. Ни о какой близости речи вообще не шло. Я, главное, принесла деньги, а все остальное не важно. Я даже забыла на тот момент, что у меня муж есть и дети. Главное, денег надо было принести. А вот когда уволилась, узнала, что муж, оказывается, разговаривает. Какая у нас от добычица! Ну ладно, речь не о ней. Смотрите, в чем здесь прикол на самом деле. Если ты мало зарабатываешь, приходишь домой вовремя и так далее, работаешь по 8 часов, ты, значит, неудачник такой. Типа, ну, мог бы на вторую, на третью работу устроиться. Если ты работаешь достаточно много, и при этом достаточно много зарабатываешь, какого фига тебя здесь нету дома, ты постоянно где-то отсутствуешь, приходишь только переночевать, бла-бла-бла. В общем, мораль всей басень такова. Мужчина всегда останется виноват в ее глазах, что бы ты ни делал. И это факт, друзья. Мужчина всегда останется виноват в ее глазах, И это факт, друзья. Продолжение следует...